Влияет не только количество подкожной жировой клетчатки, влияют еще и другие факторы. Начнем, допустим, с подкожной жировой клетчатки. У нас под кожей есть определенный слой, да, и, конечно же, если это плотное лицо, да, и мы будем, допустим, здесь мять, ну, а максимум, что произойдет, мы можем получить обвисшую дряблую кожу, да, а если там маленькое количество подкожной жировой клетчатки, и мы начинаем, допустим, мять, Что мы можем получить? Мы можем получить осунувшееся лицо, то есть такое лицо, знаете, как обтянутый скелет, и тогда, конечно же, будут более глубокие морщины. И помимо подкожно-жировой клетчатки влияет еще и, конечно же, степень отечности, какая отечность, влияет еще свойство кожи, да, то есть кожа может быть упругая, а может быть такая неэластичная кожа, да, то есть влияет все, влияет и положение костей на выбор упражнения, на степень давления тоже влияет, все влияет.